Снасть собирать не на месте, где уже собираешься ловить, а где-то заранее. Вот наш первый улог в этом году. Здоровый воздух, здоровый отдых. По-моему, он у каждого должен быть. Здравствуйте, мы на канале Вселенная Beautiful World и мы начинаем новый проект о рыбалке. Меня зовут Алексей. Снасть собирать не на месте, где уже собираешься ловить, а где-то заранее. Чтобы уже подойти, иначе на шумише и рыба все равно, как бы то ни было, ее спугнуть можно. Даже многие рыбаки советуют первые забросы делать не подходя непосредственно к воде, а за несколько метров начинать уже облавливать. То есть не стоять на берегу, а метров за пять или через бугорок, чтобы рыбака вообще не было видно. Можно даже дома снасть собрать, приготовить, чтобы, если погода холодная, тем более не морозить пальцы. Бывает же такое, что по-холодному все это дело делаешь. Я прицепляю на отводном поводке еще небольшую резиночку. Суть ее в том, чтобы, во-первых, она привлекает дополнительное внимание рыбы. Это раз. А во-вторых, она еще является дополнительной приманкой. То есть сама по себе, как отдельная. То есть часто бывает такое, что на нее рыба клюет. Не на основную, а именно играет уже как азарт. Как у рыбы. То есть соперничество, она более крупная, забирает у более мелкой рыбы. Или она нападает еще за счет того, что рыба более мелкая, то есть та, на которую клюет, как будто бы отвлечена погоней за мелкой. И, соответственно, крупная хватает ту рыбу, которая зазевалась, отвлеклась погоней за мелочью. То есть здесь как двойной эффект. Плюс, я же говорю, оно привлекает больше внимания. Особенно по мутной воде. А мутная вода сейчас большую часть времени у нас. И осенью, и весной тем более, как сейчас. Вот сейчас мы собрали оснастку. Сейчас пойдем непосредственно теперь уже подходить там, где будем облавливать. Очень важно вообще место знать, там, где собираешься ловить. То есть если пришел на незнакомый водоем, не знаешь характера дна, не знаешь, какая рыба обитает, вообще очень сложно поймать. То есть надо очень интуицией обладать. И это больше уже как везение. А чтобы результат был какой-то, ну, стабильный, надо знать, как я уже сказал, характер водоема. Мы сейчас находимся на реке Подгорная, влезь хутора Грузинов, Морозовского района. Река Подгорная, она впадает в быструю, вот, быстро в северский Донец и относится к бассейну Черного моря. Основной хищник здесь щука и окунь. Но больше нас интересует щука. Вот. Окунь здесь мелкий. Щука, собственно, тоже не особо крупная, потому что здесь для крупной щуки места здесь нету. В основном мелкая. Речка периодически перемерзает, когда зимы холодные. Поэтому крупных экземпляров тут ждать не приходится. Но мелкая здесь щуки достаточно много. Судака здесь нету. Головля тоже. Ну, если единственное, может еще теоретически попасться сомик, но это достаточно проблематично, из-за того, что быстро она перегорожена плотинами, он просто не перейдет плотины. Все-таки рыба проходная движется вверх-вниз. Сейчас весна, март месяц. Вот. Вода еще мутная. Поэтому стараемся ловить на яркие приманки. То есть естественных цветов, ну, скажем так, в воде они не такие заметные. Поэтому яркие приманки будут рыбе лучше их видно. Лучше различимы на фоне дна. Здесь конкретно место песчаная почва. Здесь окунь бывает, попадается. Сейчас пойдем дальше, где щука. Пойдем. Вообще ветер, конечно, сильный. Сильно сдувает приманку. Насчет этого, конечно, воблет плохая штука. Вот. Но, как я говорил, здесь, видите, можно вот так выловить. Вот наш первый улов. В этом году открыли сезон. Буквально 5 минут ловили. Где-то 500 грамм щучка. Небольшая, но голодная, злая. Потом мы ее выпустим, пусть растет еще. Вот, как я говорил, сыграл фактор хорошего знания места. Здесь я давно уже рыбачу. Вот. И места себя оправдывают. Погода, несмотря на то, что нас не балует, сильный ветер сдувает приманки. Вот. Сейчас сделаем несколько забросов и пойдем дальше. Потому что сейчас рыба будет настороженная. Мы поднашумели. Вот. Потом можно будет еще прийти. Она здесь явно не одна. Рыба шум не любит. Она, хоть и нет ушей, она чувствует боковой линии, все эти вибрации, шаги, всплески других рыб. И редко, когда выловив одну щуку, следует еще одна поклевка. Обычно затишье следует. То есть щуке надо успокоиться рыбе. И тогда еще будут поклевки. Даже на этом же месте. Щука это типичный засадник. В отличие от судака, который тоже, конечно, может... Но у него больше засады из-за корях, из-за бугра. Но он как ходит по этим местам, по тропам. А щука это типичный засадник. Она подождет в одном месте, переплывает на другое. То есть здесь щука, она по своему характеру похожа как на тигра. Который не нагоняет. Она одиночный хищник, опять же, так же, как и тигр. То есть я как-то в журнале читал, что щука это... Вернее, судак это как... Речной тигр. Нет, судак он не речной тигр, он скорее как волк. Потому что он, во-первых, в стаях находится, а во-вторых, движется он гораздо больше. Передвигается. Так, ну еще забросик и пойдем дальше. Вообще в арсенале надо много приманок иметь. На разные, как говорится, случаи жизни. Потому что даже если человек знает водоем, характер может меняться, зарастать травой, например, тогда понадобятся не зацепляйки какие-то. Вот. Может измениться погода, характер освещения. То есть понадобятся более яркие, чем обычно приманки. То есть надо быть готовым ко всему. И, как правило, если арсенал рыбака маленький, там 2-3 блесны, очень, скажем так, сложно подобрать, чтобы он был универсальным. Хотя можно, в принципе. Или вот ветер, если иметь легкие блесны, которые будут, будет сносить, как сейчас. Будет их на камыши заносить, а здесь вот нужны точные забросы, иначе зацепы будут постоянные. Лягушонок набрал воды от щучьих зубов. Он весь в дырках уже набирает воды и начинает потихонечку тонуть. Надо периодически с него воду выдавливать. Я вообще пропагандирую дешевые блесны брать, не брать, дорогие. У меня, например, друзья мои были такие, что загорятся рыбалкой, накупят дорогущих блесен, катушек, потом без опыта, не достигая результатов каких-то, которых они ожидали за те деньги, которые они уложили, они просто бросали рыбалку. Я поэтому, тем более блесна, по сути, блесна, воблер, резинка, это вещи, скажем так, это расходники, которые оторвались. Элементарно, откусывала щука, хотя у меня на моей практике таких случаев всего два было, хотя я поводками не пользуюсь. больше из-за зацепов, закоряги. То есть на таких приманках вполне можно экономить, заказывая их по интернету, будет дешевле, хотя по сути то же самое, что продается в магазине. плетенку мы сейчас используем, тоже недорогую, хотя вообще я бы посоветовал на леске, на плетенке не экономить, потому что выйдет дороже вам потерянные блесны, если леска некачественная. Сейчас я использую более заглубленный воблер, тоже яркий, хотя здесь можно попробовать, здесь более прозрачная вода, но попробуем сначала яркий. Здесь очень хорошее место, тупичок, вот Евгений покажет. Щука такие места любит, где рыбе деваться некуда. И она часто там и караулит, в этих закоулках растительных. День сегодня солнечный, будет хорошо видно для рыбы. Здесь главное угадать с глубиной. В этом вообще большой минус и минус и плюс воблеров, то что они, с одной стороны, можно воблер подобрать под конкретные условия ловли, с другой стороны, они очень не универсальные. То есть, если у него стоит заглубление, там рассчитан на полметра, то на глубоких местах он будет бесполезен, так же и наоборот. Если отмель, там воблером с большим заглублением он будет просто черепить дно или цеплять траву. Поэтому надо иметь запас различных, с различным заглублением, различных цветов. даже желательно иметь различных не только цветов, но и форм. Рыба, как правило, она менее насторожена будет относиться к тем, которые соответствуют естественному корму. то есть, если корм, карась, соответственно, должны быть какие-то круглые воблеры, пузатенькие такие. Если плотва, уклейка, значит, какие-то длинные, мину должны быть. то есть, даже я замечал со своим скромным опытом, что это свое значение имеет. Когда начинается нерест у щуки? Ну, нерест у щуки ранней весной активно она уже начинает проявлять, даже когда еще лед не сошел. То есть, это первая рыба, которая идет. после этого она болеет. Ну, это где-то она в конце февраля, март. Потом она какой-то промежуток, где-то несколько недель она болеет. Активно питаться где-то вот она в апреле начинает. Но в этом году весна очень ранняя, поэтому можно и пробовать уже ее ловить. Зимы как таковой не было. То есть погодные условия, что бы там ни говорили на жизнь животных и рыб влияют серьезно. Щука наверное один из самых нужных хищников в нашей местности. Почему нужных? Потому что выбивает больную в первую очередь рыбу. Вот недалеко от города Морозовска есть пруд. Там нет щуки никогда не было. Вроде бы это благо расплодилось много рыбы. В итоге она просто оказалась вся больная. потому что хищник ее не истреблял больную. Она селитером. Топ 10 мест где можно порыбачить в Ростовской области. Ой Женек Это тоже это очень такой вопрос с подковыркой топ 10 мест. Ну скажем так у каждого рыбака вообще есть свои любимые места. Это зависит от того какая рыба какую рыбу предпочитает ловить рыболов. Вот от конкретных вообще условий на какую снасть он ловит. Ну вообще если у нас спиннингисты ловят судака в основном это Чир река река Цемла вот то есть если недалеко от Морозовска где-то ну в относительной близости вот если это хищника ловят. Щуки ее в принципе много везде достаточно то есть здесь не надо выбирать здесь можно просто знать хорошо место и быть везде с уловом. Но если хочет что-то человек поймать достойное судак это все-таки сейчас уже не всем доступная рыба. Если раньше он водился во многих водоемах то есть вот ниже по течению на упаловке в процикове уже судак был раньше сейчас его там нету потому что вода относительно грязная перегорожена плотинами не проточная судак любит проточную реку чистую воду щука не так к этому требовательная. Как давно ты увлекаешься рыбалкой? Ну рыбалкой я давно занялся где-то лет наверное с 10 один раз меня отец взял с собой на рыбалку на блесну мужики ловили я был еще тогда пацаном и что-то мне это дело понравилось хотя и раньше я ловил на поплавочную уже удочку достаточно успешно а потом спиннингом увлекся занятие интересное спортивное это не сидеть на стуле как вот многие любят конечно да рыбалка такая трудовая можно сказать но с другой стороны от этого и приятнее трофей от того что он вытоптанный приходится много ходить много бросать а не сидеть на стульчике и ждать пока клюнет там что-то хотя я и так тоже иногда делаю твой самый большой трофей ой Женя давай лучше не будем позориться ну я в основном в нашей местности рыбачу у нас крупной щуки нету ее просто сетями выбивают около двух килограммов вот этой осенью мне щука попалась крупных экземпляров у нас просто их нету физических нету вот вообще рыбалка дело такое очень как многие бы не подумали а очень такое творческое хотя и не скажешь но на самом деле так оно и есть потому что каждый рыболов вообще подбирает скажем так свой свои приманки свои способ проводки снасть под себя подбирает как твоя семья относится к твоему увлечению да нормально как моя семья относится по-моему это одно из самых безобидных видов хобби которые может мужчина иметь это ж не алкоголь во всяком случае в моем случае здоровый воздух здоровый отдых по-моему он у каждого должен быть затраты денежные не сильно большие тоже здесь не надо впадать в крайности обычно от них результат не сильно зависит то есть накупать там мешки снастей ящики приманок тут главное отдых процесс хотя конечно тоже трофей приятно иметь какой-то похвастаться да и творчество человек каждый должен где-то себя как-то реализовывать в чем-то то что нравится кто-то картины рисует маслом а кто-то рыбалкой занимается дело вкуса я знаю что у рыбаков много секретов ты можешь поделиться со зрителями своими ну и теперь напоследок таких несколько нюансов которые может кто-то из рыбаков опытных знает кто-то не знает ну вот мне хотелось бы поделиться ну вот во-первых это о черных воблерах казалось бы они вот совершенно неестественно выглядят но однако есть в них попробовать определенный смысл дело в том что они в воде в темной в светлой с прозрачным дном они очень контрастно выглядят и поэтому вот я советую многим попробовать именно черного цвета воблеры хотя выглядят они абсолютно не как рыба но советую многим попробовать маленький такой совет вот это раз во-первых во-вторых еще вот такую оснастку маленькую показать выглядит она как капелька свинца и пара крючков здесь у меня два двойника ну можно и обычные крючки подвешивать вот можно красить ее в черный цвет может быть она просто серого цвета свинец оставаться можно с красными какие-нибудь точечками покрасить вот ловится на ней окунь гибрид во время жировки это для спиннингиста закидывается как обычная джик ловится также рывками двигается поднимает облачко муки очень эффективно такой маленький такой как современным свойством словом лайфхак вот вычитал я это давно в журнале рыболов еще в советском потом как-то попробовал очень интересная вещь отлично кстати ловится многим рекомендую попробовать я лично не ловил но еще есть мнение что на него судак ловится вот это два и третье я хотел бы поподробнее остановиться на оснастке которую я сегодня ловил вот она с отводным поводком то есть здесь на основной леске воблер на коротком поводочке сантиметров 10 где-то на расстоянии ну чтобы впереди шел идет либо резиночка увешаем либо маленький воблер в общем какой в нем смысл то что щука еще у нее есть такой охрана своей территории то есть когда она видит рыбу которая охотится на ее в ее угодьях она может атаковать даже не сколько из чувства даже голода сколько защищая свои охотничьи угодья то есть чтобы просто даже прогнать конкурента вот то есть здесь я пробовал ловить очень эффективно то есть имеет свой смысл то есть по сравнению с обычной оснасткой просто без отводного поводка и с ней то есть ловится лучше с отводным поводком то есть сюда можно маленький какой-то воблерочек прицепить то есть чтобы он имитировал погоню более крупной рыбы за более мелкой и как я уже говорил очень часто даже бывает такое что хватает именно отводной поводок рыба то есть в азарте в каком-то скажем так чтобы отобрать одна более крупная более мелкая хватает то есть может схватить как на одну так и на другую то есть в спарке работают дополняют абсолютно друг друга и если вы такую маленькую приманку закинуть не можете далеко то есть спаренную когда ветер когда какие-то если у вас например спиннинг толстый как вот у меня закинуть легкую приманку сложно а когда их две это уже вполне реально закинуть точно и далеко куда вам нужно ну и все собственно говоря вот и подошел к концу наш день спасибо Алексей что были с нами я думаю мы продолжим работу так что рыбачьте сами рыбачьте с нами подписывайтесь на канал оставляйте комментарии ставьте лайки до новых встреч о будущем ers